Грядут изменения в жилищной политике. Касам Жамар-Тукаев подписал поправки в жилищное законодательство. Отбасы Банк теперь стал национальным институтом развития и поддержки, который будет вести учет и распределение жилья среди очередников в стране. И что это значит? Например, раньше постановкой в очередь дальнейшим контролем занимались местные исполнительные органы, то есть Акиматы. Теперь функцию единого окна создадут на базе Отбасы Банка. Все заявления казахстанцев будут принимать онлайн через систему Центр обеспечения жильем. В итоге процесс получения жилья и вся система станет более прозрачной и доступной. При этом Отбасы Банк продолжит по-прежнему предоставлять льготные ипотечные займы и другие свои функции. Есть изменения и в части арендного жилья. Мы записали специальное интервью по изменениям. Предлагаю вам его посмотреть. Здравствуйте, Сема Далханна. Я предлагаю более подробно поговорить о поправках в жилищное законодательство. Помимо нововведений в работе Отбасы Банка есть несколько важных моментов. И расскажите о новом порядке распределения жилья. Допустим, на сегодняшний день действующим законодательством у нас первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда имеют многодетные матери, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. А в новом законе мы добавляем также к этим категориям лица с инвалидностью первой, второй группой, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, ветераны боевых действий, ветераны, приравненные к льготам. Данные категории также получат первоочередное право при распределении жилья. Такой вопрос. Насколько нам известно, есть новшества и в части постановки на учет. То есть, как было раньше и как будет теперь? На сегодня действующим законодательством у нас очередь на получение жилья из коммунального фонда могут получить лица, которые не имели жилья последние пять лет и которые относились к какой-либо категории. Допустим, многодетные семьи, неполные семьи, госслужащие. С законом, новыми поправками закон, мы даем это право всем гражданам республики Казахстан. Единственное требование это не имение жилья на территории республики последние пять лет. Асима Дулхановна, есть еще один немаловажный момент. Это приватизация арендного жилья без права выкупа. Расскажите, что нового в этой части? Да, действительно, эту поправку в закон ждали очень многие граждане, которые получили жилье с 2017 года в рамках государственной программы Норлужер, в рамках концепции развития отрасли ЖКХ. Так как ранее коммунальное жилье выдавалось с приставкой без права выкупа. То есть, данное жилье наши граждане не могли ни приватизировать, ни выкупить. Теперь новым законопроектом мы приставку без права выкупа убрали. Соответственно, все жилье, которое выдавалось из коммунального жиловичного фонда, может быть приватизировано по остаточной стоимости. То есть, некоторыми гражданами определенной статьей 13 закона, оно также может быть безвозмездно выкуплено. По детям-сиротам мы сделали исключение при постановке в очередь в городах республиканского значения Астанау Маташемкент. Для них не нужна будет прописка трех года. То есть, если они переехали на постоянное жительство города Астана, Алма-Ату или Шемкент, на следующий день они могут пойти и также стать уже на учет. Асима Духана, побеседовав с вами, насколько я поняла, новые поправки обеспечат более справедливое распределение жилья и улучшат жилищные условия казахстанцев. Да, вы правы. В диалоге данного закона было справедливое распределение жилья. Также мы дали приватизацию многим гражданам. Также министерство готовит пресс-релизы, которые мы разъясним гражданам, как все будет происходить, на каком этапе можно будет уже пойти и приватизировать, на каком этапе можно пойти в очередь стать в Басыбанке. Также уже от Басыбанком началась сейчас тоже компания по разъяснению. Асима Духановна, спасибо вам за содержательное интервью. Я думаю, что для зрителей это была очень полезная информация. Успехов вам в работе. Спасибо. 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 Спасибо.